Вон, смотри, самолёт Вскоре началось строительство второго москового моста Путей находился в непосредственной близости от Северинских высот, где стояли немцы Обстрелы производились регулярно, тем не менее работа продолжалась В 1943 году рабочие Октябрьские железные дороги доставили в Ленинград около 4,5 миллионов тонн различных грузов, в том числе и продовольствия Кроме того, из Ленинграда вывозилось внутренне способное население И если большую часть 1943 года эвакуация осуществлялась по Одорскому озеру, то в конце года она была полностью переведена на железную дорогу Таким образом, железная дорога Шлиссельбург-Поляна стала регулярно действующей линией и прочно связала Ленинград со страной Город начал дышать 27 января 1944 года блокады Ленинграда была снята окончательно Далее подвесной состав времен войны санитарные поезда В них не только лечили раненых, но также проводили сложные операции Макет железнодорожной артиллерийской установки Оружие сняли с батону полетборной императрицы Мариевы Отличались дальностью поражения до 30 километров Ниже макет пути разрушитель типа Крюков использовали наши войска и немцы при отступлении С предстотного макет железнодорожного полотноства следовательно шло противников многих проектов С этой стороны форма личные вещи воинов железнодорожников Попаева Сергея Оськовича Такие бывают Татьяны Васильевны А также личные вещи солдата времен войны которые нашли при расходках в Ленинградском области А капелок нужно, нужно Следующий макет посты Строительство железнодорожной переграды под окном города Перед вами город Митинск В сроке 4 года На макете показан ремонт высокородного железнодорожного На макете показан ремонт высокородного железнодорожного железнодорожного Ремонт поездок не будет Видишь, они держателем операции А вот там Заключение макет вечного огня в память о войнах железнодорожников В этом вагоне все До свидания Можете проходить следующее Можете проходить Дурно. Решили разрушить город одной артиллерии и ударной авиации, а его защитников зарушить голодом. Зимой 41-42 года в городе не хватало удовольствия. В результате пятикодного сокращения с 20 ноября 41 года рабочие и инженерно-технические работники стали получать 250 граммов хлеба, а служащие, дети и ишкиленцы – 125 граммов в день. Говорит Москва. Последний час. Успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв блокады Ленинграда! Государственный комитет обороны постановил построить на освобожденной полосе вдоль Ладожского озера железнодорожную линию от станции Шлиссельбург до платформы Поляны. Работы должны быть проведены в 20-дневный срок и закончены 8 февраля 1943 года. Через две недели после прибытия в Ленинград первого поезда с большой земли, Военный совет Ленинградского фронта постановил повысить рот во выдачу хлеба населения Ленинграда. Рабочие и инженерно-технические работники стали получать 600 граммов людей. Все, пошла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова